Ты будешь гордиться мной, вот увидишь, мы прогоним этих сволочей с наших земель. Эти слова говорил матери Фуад Мамедов во время телефонных разговоров с фронта. Выпускник авиационной академии по специальности пилот вертолета Фуад Мамедов пошел служить в армию и с первых дней Отечественной войны сражался за освобождение от оккупации из колон азербайджанских земель. У него часы работают, а мои остановились, говорит Матанат Мамедова, мать 22-летнего азербайджанского шехида Фуада Мамедова, погибшего 21 октября от армянской снайперской пули в боях за Хаджавед. Теперь часы сына она не снимает со своей руки. Будучи танцором, он выступал в Турции, Грузии и России. По словам родителей, своей добротой и отзывчивостью Фуад погорел много сердец, ведь сегодня на его могиле всегда можно увидеть свежие цветы, венки и письма от людей, которые чтут его светлую память. Мы в неоплатном долгу перед каждым шехидом, отдавшим свою жизнь за родину. Вечная слава сынам Азербайджана, павшим смертью храбрых за территориальную целостность страны. Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева в воскресенье провела встречу с главой Международного комитета Красного Креста в Азербайджане Ариана Бауэр в формате видеоконференции, передает канал 13. В ходе встречи Алиева предоставила Бауэр информацию о фактах пыток и жестокого обращения с азербайджанскими военнослужащими, захваченными вооруженными силами Армении, распространенную в социальных сетях на основании реальной съемки. Было отмечено, что, к сожалению, не удалось получить никакой информации о судьбе военнопленных, запечатленных на этом видео. Омбудсмен Сабина Алиева обеспечила участие во встрече членов семьи двух пленных военнослужащих. Они обратились к главе Международного комитета Красного Креста в Азербайджане Ариана Бауэр в связи с обеспечением прав своих плененных детей и возвращением их в страну. Омбудсмен отметила, что вопрос, связанный с пленением азербайджанских солдат армянскими военными, находится в центре ее внимания с первого дня, и она постоянно отправляла обращение в соответствующие международные организации. Ариана Бауэр сказала, что в рамках своего мандата предпримет необходимые шаги по вопросам, поднятым на встрече. Отметим, что подготовлено повторное обращение омбудсмена Азербайджана в Международный комитет Красного Креста и ООН в связи с захваченными армянскими военными в плен азербайджанскими солдатами Амином Мусаевым и Байрамом Керимовым. Ранее, 12 ноября, в связи с грубым нарушением норм международного права и гуманитарного права в отношении азербайджанских солдат, попавших в плен в ходе военных действий вследствие очередного акта военной агрессии Армении против Азербайджана с сентября этого года, а также пытками, унижениями и другими фактами, уполномоченная по правам человека Азербайджана Сабина Алиева направила обращение в соответствующие международные организации. Вооруженные силы Турции уже давно активно и тесно взаимодействуют с азербайджанской стороной в оборонной сфере, то есть в определенном смысле мы уже давно присутствуем в Азербайджане. Теперь же через парламент прошел проект указа об отправке военнослужащих на Южный Кавказ. Это значит, что мы будем присутствовать в Карабахе в качестве части мониторингового контингента. Как передает канал 13, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибраим Калын в интервью телеканалу НТВ. Он также отметил, что ни НАТО, ни ЕС фактически не выступили с конкретным и реализуемым предложением по Карабаху, тогда как Москва и Анкара смогли достичь взаимопонимания по урегулированию 30-летнего конфликта. По словам Калына, задействование турецких военных в наблюдательной миссии по Карабаху является также стратегическим успехом Запада, в том числе Европы. Турецкие военные – фактор баланса в Карабахе, Сирии и Ливии, подчекнул пресс-секретарь. Он сообщил о продолжении переговоров с Россией по созданию и деятельности мониторингового центра по контролю за перемирием в Карабахе. Завершен первый этап диалога, в котором участвуют представители Минобороны МИД и спецслужб. Москва проинформирована о позиции Анкары. В ходе диалога в ближайшие дни определятся местонахождения и принципы работы центра, а также ответственность сторон. Турецкие военнослужащие так или иначе будут в центре по Карабаху, констатировал Колын. Президент Франции Мануэль Макрон поделился в разделе истории своего инстаграм-профиля видео со встречи с армянской общиной Франции, в ходе которой он отметил, что, согласно международному праву, Нагорный Карабах и другие прилегающие районы считаются территориями Азербайджана. Поэтому нельзя допускать вмешательства в дела суверенного государства без его желания, сказал он, обращаясь к представителям армянской общины. Вице-президент группы дружбы Франции-Азербайджан в Национальной Ассамблее Франции Жером Ламбер на своей странице в Facebook также запостил данное видео. Наконец, последовало официальное признание главой государства того, о чем я говорил в течение нескольких недель. Нагорный Карабах – это действительно территория, признанная международным правом частью Азербайджана. Запоздавшие выступления Эммануэля Макрона соответствуют неизменной позиции французской дипломатии с момента голосования по резолюциям ООН по Карабаху, отметил французский парламентарий в своем посте. Напомним, что накануне президент России Владимир Путин, комментируя вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха в эфире телеканала «Россия-1», заявил, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики. Я уже сказал, что после позорной капитуляции почти все в мире нас жалеют, и почти никто нас не уважает. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель председателя республиканской партии Армении Армен Ашетян. У нас будет шанс встать, если мы покаемся перед собой на национальном уровне, первым и решающим шагом которого является устранение нынешней заговорщической хунты и испытания истории. В противном случае мы окончательно превратимся из государства в геополитический аппетит, отметил он. Лидер либерально-демократической партии России Владимир Жириновский обрушился с критикой в адрес армянских политиков, которые хотели втянуть Россию в войну в Нагорном Карабахе. Пару недель назад приехали депутаты армянского парламента. Эти нахлебники сказали, что пусть Россия поможет. Сейчас русские там будут погибать? Вот русские пришли, и эта же партия выступает против. Мол, как это так? Заключили соглашение. Они что думали, что русские придут, азербайджанцев победят, Баку возьмут и передадут Баку и Карабах армянам? А в Россию пусть идут грузы, груз 200, отгружайте русских. Вот что они хотят, сказал Владимир Жириновский, в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на российском телевидении. Депутаты армянского парламента еще неделю назад. Пусть Россия поможет. Видите, нахлебники. Пусть Россия поможет. Сейчас там Россия будет погибать, так русские пришли, так эта же партия выступает против. Как это так? Заключили соглашение. Они что думали? Русские придут, никакого соглашения, азербайджанцев раздолбают, Баку возьмут, и армяне хлеб-соль, проходите. Баку ваш город, Карабах ваш, а русские гробы? Давайте самолеты, груз 200, отгружайте русских. Это пущенное мясо. Вот что они хотят, все эти ваши народы, ваша дружба народа. Накануне в эфире передачи «Вести недели» транслируемым телеканалом «Россия-1» была обсуждена отечественная война Азербайджана в Карабахе. Как передает канал 13, в ходе еженедельной передачи были приведены цитаты из выступления президента России Владимира Путина в связи с Карабахом. Как отметил российский лидер с точки зрения международного права и Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью Азербайджана. Подтверждая слова Владимира Путина о принадлежности Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджану, ведущий программы Дмитрий Киселев подчеркнул, что главное сейчас не статус, а возвращение на эти территории беженцев с обеих сторон и налаживание совместной жизни. Принимая во внимание тут факт, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, то и вся ответственность лежит на Азербайджане. Российские миротворцы там сейчас лишь для того, чтобы не сорвался хрупкий мир, добавил он. Далее Киселев приводит слова президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с будущим Нагорного Карабаха. В своем выступлении глава государства подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха. По словам президента Ильхама Алиева, в будущем азербайджанская и армянская общины должны мирно сосуществовать, как это происходит в других населенных пунктах Азербайджана, а также за рубежом. Ведущий программы отметил, что между лидерами России и Азербайджана существует старая и крепкая традиция. Переговоры между ними всегда проходят сложно, но следует отметить, что оба лидера всегда стоят на своих словах. Этот факт известен всем. Уверен, что это будет так и в этот раз.